Девушки отдыхают И так, мой друг, увидимся мы вновь в Москве Всегда священной нам и милой В ней знали мы и дружбу, и любовь, и счастье в ней Дни наши золотила И с детства, друг, для нас была она Светилищем дорогих воспоминаний Протекших бед, веселей, слез, желаний Здесь повесть нам везде оживлена Здесь красится дней наших старина Арбат 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 – одна из самых почтенных по возрасту московских улиц Само название – весточка из 15 века Видный историограф Москвы Петр Сытин утверждает Улица известна в летописи с 1493 года Названа, вероятно, стоявшими здесь временно восточными купцами Слово «арбад» по-арабски обозначает пригороды Каковыми и были эти местности, когда городом назывался только Кремль Древнейшая история Арбата Пригорода отразилась сполна в именах окрестных переулков Денежный, Староконюшенный, Серебряный, Плотников, Калашный, Кисловский Государевы, Плотники, Конюхи, Чеканщики, Звонкой монеты, Серебряных дел мастера Пекари да кислошники-квастники Трудовой ремесленный люд обживал здешние места С середины 18 века московское дворянство начало заселять улицы Причистинку, Остоженку, Поварскую Ныне улицу Воровского Да и Арбат заодно Новый аристократический район Герцен с иронией окрестил Сен-Жерменским предместе Когда-то начинался Арбат от Кутафьей башни Кремля Вернее от Троицких ворот, которые Кутафья башня обороняла В древности зарождалась тут Володская дорога через Волок-Ламский на господин Великий Новго Множество наименований сменил начальный отрезок Арбата Смоленской улицей нарек его царь Алексей Михайлович И Воздвиженской называли И просто чисто по-московски Воздвиженкой В 1946 году получила улица имя Калинина Здесь, в доме номер 4, помещалась приемная всесоюзного староста Попросту, по-дружески, Ленинкой именуют москвичи знаменитую на весь мир библиотеку Архитекторам Щуко и Гельфрейху удалось создать проект здания гиганта Словно включающего в себя памятники старого зодчества, расположенные неподалеку Такие, например, как дом, приписываемый Василию Баженову Где жила великая крепостная актриса Просковья Жемчугова Потом декабрист Якушкин, воротившийся из 30-летней сибирской ссылки Рядом с маленьким шедевром Баженова Соседние дома кажутся и тяжеловесными, и неуклюжими Впрочем, не будем ленивы и нелюбопытны, как говаривал Пушкин У каждого здания своя история, своя память Здесь бывали Чехов и Короленко Станиславский и Немирович Данченко В салоне Варвары Морозовой, богатой купчихи-меценатки Обитали еще ее наследника Вариации на тему португальского замка Синтра Смешение мавританского стиля с готическим Этот особняк, пожалуй, один из самых своеобразных в городе Прага Прага Московские извозчики перекрестили ее в Брагу Гренело заведение купца Тарарыгина на всю матушку Москву Кутили тут военные, солидные врачи, успешливые адвокаты Словом, те хорошие господа, чей быт с такой безжалостной точностью Умел писать Иван Бунин Который студентам еще нередко останавливался в скромных номерах гостиницы-столице Неподалеку от блестящей Праги В памяти осталось Непрестанно валит за окнами снег Глухо гремят, звонят по арбату конки Вечером кисло воняет пивом и газом Вспоминал Бунин позже Известный в Москве дом с рыцарями По сей день самое большое здание на Арбате В начале века стали домовладельцы украшать свои подъезды Фигурами витязей, львов, сказочных грифонов Богатым обитателям казалось должно быть Что каменные стражи способны охранять их покой От надвигающихся бурь Снежной зимой в декабре 1905-го грянул над Арбатом гром вооруженного восстания В ночь с 9 на 10 в охранном отделении взорвались две бомбы Дружинниками были захвачены несколько оружейных магазинов Центр города опоясали баррикады На Арбате и Поварской баррикады выдвинулись до самого бульварного кольца Много дней шли здесь ожесточенные бои Артиллерия семеновцев сметала импровизированные укрепления революционеров За ночь на их месте поднимались новые и новые Боевой дружиной на Арбате командовал Сергей Каненков В будущем прославленный скульптор Выставьте окна Пусть войдет сюда свежий воздух Пусть войдет сюда жизнь С таким девизом пришел в театр молодой Вахтангов Евгений Багратионович был любимым учеником Станиславского Везде и всегда искал он нехоженную тропу, неторенную дорогу Вместе со своими учениками и с подвижниками Рубеном Симоновым, Щукиным, Захавой, Мансуровой Создал он поистине новый театр Вахтанговский Именно Вахтанговский Яркий, современный, искрометный По традиции Арбат – торговая улица Но зачастую приходят сюда москвичи так просто Погулять, на людей поглядеть, себя показать, как говорится Это старейший зоомагазин в городе Ему 60 лет Он прямой наследник знаменитой трубы и клетниковского птичьего рынка Наверное, всем известен он с детства Еще по стихам Агнии Барто На Арбате в магазине за окном устроен сад Там летает голубь синий, снегири в саду свистят Бывает, посвятит большой поэт стихотворение Простой совсем женщине И имя ее останется в памяти людской на долгие-предолгие годы Нечто подобное произошло и со скромной церковью Спаса на песках, что стоит в каких-нибудь пятидесяти шагах от Арбата Увековечил ее художник Поленов в картине «Московский дворик» И теперь останавливаемся мы, восхищенные, завидев тонкий профиль знакомой такой колоколенки Что за чудо-красота! Быть может, самый удивительный уголок Москвы — тихие Арбатские переулки Не всем открывают они скромные свои тайны Но, коли разгадаешь их, полюбишь всей душой Бунин писал «Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город Греет солнце, а ночью подморозит, станет чисто, светло И так похоже на Москву, старинную, далекую» В старинной далекой Москве в 1831 году венчался Александр Сергеевич Пушкин После венчания поселился он на Арбате, в доме под номером 53 Современники вспоминают Любил Пушкин пешие прогулки Любил, должно быть, по арбатским заковулкам бродить Мимо на Щекинского дома, где жил еще до свадьбы Москва, Москва, люблю тебя, как сын, как русский Сильно, пламенно и нежно Район Большой и Малой Молчановки Москвичи именуют Лермонтовским заповедником Здесь Михаил Юрьевич создал более ста стихотворений Работал над поэмой «Демон» Дом 2 по Малому Власевскому переулку На знаменитых вторниках у композитора Танеева Встречались виднейшие музыканты, художники, ученые Вообще издавна привлекал арбат людей искусства Недаром изменили название сегодня многие приарбатские улочки Носят теперь они имена Мисковского, Танеева, Рылеева, Веснина, Вахтангова Чем привлекал арбат? Ведь нет здесь ни выдающихся памятников зодчества Ни прекрасных дворцов, ни площадей Величественно широких Пускай так Но арбат для Москвы куда больше, чем улица Он хранитель ее духа Ее неповторимости Рядом с узкой изогнутой улицей новый проспект Два брата, два арбата Древний арбат ведет нас в полутьму веков Юный в будущее, в день завтрашний Когда проспект Калинина только начинал строиться Раздавались встревоженные голоса А не губим ли мы своеобычную красоту восьмисотлетней столице? Впишется ли современный магистраль в привычный пейзаж белокаменный? Новый арбат стал неотъемлемой частью города Он образовал еще один его центр Сразу же полюбившийся москвичан Под сенью двадцатипятиэтажных зданий Затейливая вязь церкви Симеона Столбника Как это по-московски Встретить, столкнуть две эпохи Разделенные сотнями и сотнями лет Все здесь, так сказать, в превосходной степени Крупнейший книжный магазин Крупнейший гастроном Крупнейший кинотеатр Создание Калининского проспекта Было не просто очередной новостройкой Громадной пускай Оно стало заметной вехой В отечественном градостроительстве Ввысь, в небо этажами Растет неудержимо Новая Москва А рядом охраняются бережно Лучшие памятники Родной старины Недаром девять зон города Объявлены заповедными В их числе, конечно же, и Арбат Каменной летописи называют иногда архитектуру Нет и не может быть в этой летописи Последнего сказания Она пишется и сегодня Сейчас Всегда Какими думами украшен Сей холм давнишних стен и башен Бойниц, соборов и палат Здесь наших бед И нашей славы Хранится повесть Эти главы Святым сиянием горят 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 Святым сиянием горят